Мужчина Мужчина Я буду вам показывать сейчас кукольный театр Вот здесь будет мужской разум, вот здесь будут мужские чувства Мужчина устроен таким образом Он может делать только одно что-то Он либо находится в разуме, либо находится в чувствах Сейчас это легко продемонстрировать в людях Например, дорогие мужчины, поднимите руку, пожалуйста Вы детстве дрались вообще? Дрались в детстве? Было, было, да? Скажите, пожалуйста, в момент драки Вы плакали, чувствовали боль? Или потом уже, когда синяки и так далее В момент драки была цель Хорошенько съездить, да? И в этот момент отключаются чувства То есть не то, что вам говорят «Ой, ты чё? Ой, ну ты что? Ой, ну ты что?» То есть нельзя так Это женщины, они могут так Но мужчины, они в этот момент чувства отключаются У них есть цель Вы заметили, вот даже когда футболист бежит, ему там по ногам бьют Или хоккеист, он просто бежит и в цель Вчера мы смотрели фильм Другие мужчины, если вы не смотрели Обязательно посмотрите фильм «Последний самурай» Потрясающий фильм, да? Вот там цель мужская, вот видно Вот эта цель, она для мужчины Мужчина даже рождается цель То есть у женщины им важен процесс, а мужчине важен результат То есть не то, что мужчине нравится бегать по полю с мячом Туда пробежал, обратно Процесс нравится Мне он конкретно выходит голод Правильно? То есть это цель Это в этот момент чувства отключаются И когда у мужчин отключаются чувства Женщины это чувствуют достаточно болезненно Потому что у мужчины начинает работать вот эта чакра Чакра аджны, то есть чакра разума Поэтому, когда сейчас разговаривают с женщиной Это звучит достаточно жестко У меня в виду вот так А у женщины в основном, живут вот эта чакра И когда чакра и энергия уедет мужчине отсюда Счетка крутой боль А он не может понять Что такое, если вы нормально разговаривает, да? Но это очень строго А у мужчин это называется по существу Ну вы говорите, это по существу Но когда мы не понимаем разницу, то есть женщина даже не может понять, а действительно, если вот так разобрать в предложении, ничего плохого не сказал. Но именно из-за того, что вот это было энергетическое такое воздействие, да, а у меня здесь пусто было. Как мужчина, женщина плачет, а мужчина ей говорит, я тебе сейчас объясню. Я всегда мужчинам говорю, понимаете, это две разные комнаты. Есть комната логических дома, да, это разумный дом. Есть комната чувств. И когда вы говорите, я тебе сейчас объясню, вы находитесь в комнате разума, но ее в этой комнате нет, она там отсутствует. Вы хоть заоритесь, хоть за такую выкладку сделаете потрясающую, но ее там нет. Поэтому вам нужно пойти в комнату чувств. И здесь логика не только нанесет еще большую травму. Поэтому вам нужно просто, я не знаю, обнять, сказать что-то такое теплое, посочувствовать. Хотя я чувствую, как тебе горько даже, просто, да. Я сейчас очень больно и обидно. Просто вы это говорите, и у женщины в этот момент происходит такое открывание, и такое, он ее видит, как минимум. Да? Вот это очень ценно. А потом вы можете ее вместе, так, под руки белой провалить в другую комнату, и здесь ей объяснить логику. Потому что до этого логику объяснять бесполезно. Но это, понимаете, женщина должна совершенно четко понимать, что так устроен мужчина. Бесполезно обижаться и искать себе другого мужчину, потому что он другой устроен точно таким же образом. Тоже лекал. Скрою по тому же образцу. Итак, когда у мужчины, например, Сталин, когда у Сталина была Сталинградская битва, у него случился аппендицит перитонит. И ему сказали, нужно делать операцию на наркоз. Он сказал, наркоз не будет. Он говорит, вы сейчас умрете? Он говорит, режьте ножку. Ну, ножевую резали аппендицит. Представьте себе, мама, это же живой. Все так же. Он в это время давал команды. То есть чувство контролируется. В 9 раз выше способность контролировать чувства мужчины, чем в уже мужчины. В 9 раз. Это очень серьезное чувство. Когда мы перейдем к женщине, я вам расскажу, к чему это ведет. Но, когда мужчина переходит в чувства, разум отдыхает. Когда мужчина влюбился, это страшное дело. Он как дочек с ним. То есть все. Если он влюбился, это он забывает и бизнес, и все. Он просто охотывает много впечатлений, впечатлений, впечатлений. То есть он не может остановиться. Поэтому очень часто, когда женщина приходит, говорит, у меня мой муж влюбился. В другое. Я говорю, подождите немного. Сейчас это пройдет. Это пройдет обязательно, потому что в какой-то момент времени у него включится разум. В этот момент, говорите ему, у себя дети. Если вы прожили 20 лет совместной жизни, ты что, обалдел? У него нет, понимаете, разум отключается. Его там нет. Вообще полностью. И так, мужчина работает таким образом. Либо чувство, либо разум. Все. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова